Акапулька, ай-яй-яй-яй, акапулька, ай-яй-яй-яй, если чё, фух, цветут ли цветы за опоздалые очко, мне психиатр понадобится после программы. А ты будешь жив ещё? Да фига ты умный. Да. Итак, это второй выпуск шоу «Музыкалити», где два музыканта разных поколений вместе оценивают актуальную музыку. Один из них пел «Смонсеррат», другой пил «Бутеррат». Ты всё про меня, что ли? Сегодня с нами Николай Басков и Моргенштерн. Он же Алишер. Здравствуйте. Алишер. О, ты знаешь, как его зовут? Ну, конечно. Откуда? Ты чё, нагуглил? Бабуль, смотри, бабуль, я же говорил, я хуйня занимаюсь. Я не понял, Коль, ты сейчас будешь делать вид, что ты разбираешься в современной музыке, да? Как? Ну, я её слушаю в любом случае. Просто так мне интересно, чем сейчас занимается молодёжь. Хорошо, вот эти треки, ты знаешь, вот… Да, «Бананас», сейчас «Литл Биг» на первом месте. Ну-ка, напой. А чё там можно напеть? Ну, ну давай. Там всё время какие-то танцы в клипе. А вот, ну, Полин Гагарин, ты знаешь, «Алгаязовс Бразерс». Ну, «Бразерс» ты точно знаешь. Нет, «Крем-сода» я знаю, это Гудков снимал им клип. Господи, нахер мы тебя пригласили на это место? Давайте кого-то нам действительно старого. Это че у тебя уже было в первом выпуске. Динозавр у тебя был. Нормально. В первом выпуске мы с уважаемым динозавром и Кириллом Бледным, он же Тимошенко, выбрали вот эти треки. Итак, у нас сейчас на первом месте 27 баллов и «Литл Биг» «Гоу Бананас». Сегодня мы слушаем ещё пять треков. И вполне возможно, они сместят этих лидеров с позиции в нашем чарте. Но сначала узнаем, насколько вы знаете друг друга. Окей? Давай. Коль, скажи, в каком году, как ты считаешь, родился Алишер? Ну, наверное, где-то в 90-м. Ну, 80-е, 90-е. Да фига ты старый. В 98-м. Ну, в 98-м. В 98-м. Ну, что, ему 21 год. Я тебя на сцене уже помню, когда он только родился. Ну, мы с тобой уже в префектуре в Тушино выступали в 98-м. И в мятищах. Ты выступал в префектуре в Тушино? Что это? Ты вообще ничего не добился в жизни, если ты не выступал в префектуре Тушино. А скажи, а ты правда, что на последнем концерте ты прямо на Мерси выехал на сцену? Да. Я легенда, если чем. Серьезно? Да, да. А сколько ты вот, ну, сколько ты собираешь, ну, публика? Ну, московские пять с половиной тысяч было. Я-о-о-о! Я-о-о! 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 Коль, какой у тебя был рекорд по сборам? Ну, 10 концертных залов России. 10. 6 Кремлей. 10 России, это 2,5 тысячи. 10 на 25 тысяч. Ну, а 6 на 6, 36. 6 на 6, 36. Ну, мне всего 21, господа, не забывайте. Так это у меня было в 24. Ну, это еще 3 года, это много еще, очень долго, времени дохуя, так сказать. Можно я обосраться за это время? Вот именно. Тебе слабо прийти на концерт Моргенштерна? Когда? Не важно. Вот представь себе, выезжает лимузин на сцену, открывается багажник, а там ты. Давай лучше за рулем. Такой, убер-басков. Ну, представляешь, там классные тусовки, какие-то люди интересные собираются. Можно прийти. Так, окей. Так что, приходите на следующий концерт в Москве, Колян покажет там, что как. Ну, криминалит. В чем суть дела? Сейчас мы будем слушать по очереди 5 треков, и вы будете высказывать свое профессионально-экспертное мнение, зашоренное в рамках своего поколения. А что ты так разделяешь нас? То есть ты... Ну, у нас разница в 20 лет, и что? Это же всего лишь циферка в паспорте. Да, и почему ты считаешь, что 20 лет – это такая большая разница? Я считаю? Ну, мне кажется, это очевидно. 20 лет – это дофига. У вас разная аудитория, дело не в вашем возрасте. Так у всех всегда есть разная аудитория, иначе невозможно. Представляете, если бы в творчестве была у всех одинаковая аудитория? Ну, подождите секундочку, давай так будем объективно. Да. Если твоя аудитория, которая пришла на твой концерт, услышит его песню, она станет еще более седой. Мне кажется, она просто останется в зале. Вот в том-то и дело, так я и говорю, разница в восприятии. Итак, внимание, значит, смотрите, сейчас вы будете слушать треки. Я готов уже. Да, ты готов, да? Да. Окей. Смотрите, разделяю колонку по-братски. Да, и мы слушаем. Каждому по половинке. Вот. И, соответственно, из этой колонки, навороченной, вы будете слышать эти треки. Окей? Окей. Готовы? Господи, по-моему. Собрались? Поехали. Первый трек. А кнопку-то и забрали, братан. А, дофига ты умный. Да. Так это Крис. Левое ухо лучше. Итак, на словах «Я курю дерьмо» я остановил эту замечательную композицию. Чтобы спросить Моргенштерна, ты мне, наконец, объясни, зачем в кровати курить дерьмо? Крутить дерьмо. Нет, там... Кровати же крутит, а он курит дерьмо. Ну, он курит дерьмо. Зачем мы уже скрутили? В нашей песне «В кровати крутит дерьмо». Это у вас... Это мы проходили. Да, да, да. Крутить дерьмо в постели. Это что? Ну, как бы, то, о чем поется, то и имеется в виду. Ну, что имеется в виду? Ну, косяк крутит. То есть вы ему скрутили дерьмо, и он это курит? Берешь колбаску, так накручиваешь дерьмо. Берешь колбаску в кровати? Берешь дерьмо накручиваешь. Покажи еще раз, как с колбаской в кровати. Трилпил сидел там в отеле вот так. Офигеть. Крутил дерьмо. Коля, у тебя есть еще вопросы про разность в поколениях? Давно ли ты курил дерьмо в кровати? Я еще не знаю, что такое дерьмо в кровати. Объясни ему, пожалуйста. Дерьмо? Ну, так просто называют травку. Ну, мы против наркотиков. Конечно. А скажи, объясни мне, пожалуйста, почему не спеть просто травку? Ну, как это звучит неприкольно, да? Курят травку. Ну, это лучше, чем курить дерьмо. Ну, для кого как. Все ведь субъективно. Все ведь относительно правильно. С моим воображением вы просто реально... Вот ты сейчас показал. А вот вы были песни раньше. Это реальное дерьмо. Это реальное дерьмо. Песница нам трава, трава у дома. Песница нам дерьмо у дома. Зеленая, зеленая трава. То есть они же не могли спеть дерьмо. Может быть, они имели это в виду? Ну, подожди. Слушай, правда ради, мы видели ваш клип с Филиппом с дерьмом. Вы знакомы не понаслышке. Но это к деньгам всегда говорят. Давайте вернемся к песне. Во-первых, знаешь ли ты, кто это поет? Это Крит. Это Гон Флад. Это Гон Флад, а не Крит. Да, похоже. Есть ли разница? В смысле, блядь? Не, ну подожди, объясни нам разницу между Критом и Гон Фладом. Ну, Крит это один человек, а Гон Флад это другой человек. Ну, давай так, моя правая рука это Крит, моя левая рука это Гон Флад. Ну, вот, а у тебя же разные руки, правильно? Нет. Ну, как, здесь палец справа, а здесь слева, правильно? Я помню просто трек Крида, вот, миллион алых роз. То есть я правильно понимаю то, что я делаю Критом, и я никогда не делаю Гон Фладом. Ну, иногда, если надоест Критом, можно и Гон Фладом. Тут типа чужая. Ну, да. Окей. А, значит, скажи... А зачем использовать это, если можно... Сторонники консервативного способа нас сейчас заткнули с тобой. Хорошо, давай так. Это какое-то одиночество, невостребовательность. Ну, так про это и песня. Человек проснулся в темноте, посрался, курит дерьмо. Это про это. Ты вообще знаком с Егором Критом? Ну, конечно, знаком. Ты знаешь, что эти парни его испортили? В смысле? Ну, ты слышал их совместный трек? Трил Пил, Моргенштерн и Егор Крит. Там мат на мате. Нет еще. Ну, просто Егор пошел по наклонной. Может быть, он просто ищет выход? Ну, это для вас. Это для вас, господа. Он пошел по наклонной. А я считаю, он сейчас, наоборот, открывается с прекрасной стороны. Ну, а как ты считаешь его фанаткам, девчонкам таким, которые, в принципе, мечтают о романтическом свидании с ним? Он раньше пел про невесту, у них были надежды. Ну, девчонки же в большей степени нет. Какая нахуй разница, что хотят фанаты? Я считаю, что вообще похуй, что хотят фанаты. Не нужно работать на аудиторию, не нужно стараться угодить. Вот, это самая большая ошибка шоу-бизнеса. Люди любят просто смотреть за людьми, за настоящими. А когда ты видишь, что кто-то пытается тебе угодить, он фальшивит, он не настоящий, он играет, нахуй он неинтересен. То есть ты не пытаешься угодить? Не пытаюсь. Скажи, вот там под вашим этим видео совместным, который у нас сейчас на четвертом месте, между прочим, там дофига комментариев, где говорят, что как только ты запел, нифига не понятно. Ты на это не обращаешь внимания, да? А зачем? Тебе пофигу. Да, да. То есть это твоя фишка? Да почему фишка? Ну просто я вот исполнил так, как почувствовал. Ну это же под разным настроением, типа вот я могу так, типа... Это просто зависит от... Макс, Макс. Ну я могу так поговорить. Макс, это зависит от разного дерьма. Смотри, какое дерьмо поговорил. Если качественное, то нифига непонятно, да? Разобрались в сортах дерьма. Давайте к оценкам. Николай. Нет, послушай, мне, во-первых, понравилась аранжировка. Очень такая классная мелодия. Я даже по-свойски подумал туда запихнуть свой голос. Красиво. Часто ты думаешь запихнуть куда-то по-свойски? Ну часто, я еще молодой человек. Сколько ты ставишь этой композиции? Восьмерочку. Восьмерочку. Это дофига. Да? Да. Ну тогда давай семерочку. Нет, я тебя не убеждаю. Семь и семь. И у тебя тоже семь, да? Итак, давайте послушаем мнение народа. Меня зовут Ярослав, 15 лет, учу в школе. Держи наушники, надевай. Это Гон Флаг. Но вот именно вот эту песню можно слушать, ну, немного в таком расслабленном состоянии, чисто в кайф, чтобы просто музыку включаешь и слушаешь. Родителям в такую песню включил бы? Да. Оценили бы? Папа бы оценили. Я эту песню ставлю шестерочку, наверное. Трек реально прикольный и хороший. Семь, семь. Двадцать. Двадцать. Прекрасно, Гон Флаг получает 20 баллов. И, между прочим, из нашей таблицы выбивает нижнюю строчку. Это крем-сода, до свидания, никаких больше вечеринок. И места в нашем рейтинге тоже нету. И так вот здесь Гон Флаг проснулся в темноте и оказался в рейтинге музыкалити. Прекрасно. Мне не нравится 22 балла на нашей песне. Давай исправим на 30-очку. Я тебе скину телефончик Льва Валерьяныча Лещенко. Он тебе поставит просто чудную оценку. И Кирилла Бледного. Да, и Кирилла Бледного из пошлой моли. И того, кто на улице оценил, тоже скиньте. Да ты его вообще можешь отъесть. Так, внимание. Второй трек. Готовы? Я подумал, что это кофе. Хотел хлебнуть из динамика свежей музыки. Сейчас хлебнешь. Реального дерьма. Голые девчонки в тиктоке-токе-токе. Пишут месочную ватсап, но мне похо-похо-похо. Потому что я такой одинокий. И думаю о тебе. Ла-ла-ла-ла. Ты пиздатая на вид, это сок. Знаю, как мне развести твои ноги. Притушу тебя, как будто я чекар-чекар-чекар. Наверное, это любовь. Ла-ла-ла-ла. Бэй, ты крошешь на обложку. Ее папа на чеку. Знаешь, я немного сложный. Я сам не знаю, почему. Мы сияем, как рок-звезды. Я не чувствую тез, но когда с тобой бишь. Что такое лавысь? Расскажешь об этом мне в тачке. Что такое, что такое лавысь? Я клею тебя, как жвачку. Что такое лавысь? Коля насытился. Котил, Коля, Котя. Коля насытился творчеством. Ну, а ты понял, кто это поет? Да уже нет, они все поют одним голосом. Так, ну, подожди, 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 подожди. Кто это поет? Что? Ну? Маппет-шоу? Ну, это Ганн Флатт, а это... Коля, ты вообще помнишь, что было пять минут назад в нашем шоу? Ай, столько имен уже назвали, что я забыл. Пять минут назад. Крид, что ли? Конечно! Это Егор Крид... Не ожидал, да? Ах, да. Итак, Егор Крид, песня Love Is. Десятка, она залетает нахуй. Серьезно, да? Серьезно. Нравится, да? По факту. Это просто твой кореш, поэтому ты его прикрываешь, да? Не, ну объясни, почему он... Трек охуенный. Не, а давай, давай... Но он с ним песню уже делал, он не может же его... Если бы Егор сделал говно трек, я бы сказал, говно, говнище. То есть реально сказал бы? Ну, конечно. Но это же нормально. Я же не обязан любить треки человека, который мне как бы приятен. Коля, обязан ли ты любить все треки Филиппа Киркорда? Я думаю, да. Просто потому, что ты с ним пел дуэты? Ну, мне приходится. Вот видите, как у вас все обвиздно все... Ну, а у тебя не так? Нет. Хорошо, тогда аргументируй музыкально. У нас музыкалити. По музыке аргументируй, почему это офигенный трек. Давай. Не так, что типа просто... Вайбова, пиздец. Вайбова, это что значит? Вайб. Вайб, ну типа качает? Штука вайбова. Вайб это вот на уровне чувств. Все банально сводится к уровню чувств. Вот похуй на рифмы, похуй на смысл, да, как вы вот любите. Смысл. Смысл. Где смысл. Похуй на мелодии и прочее. Вот просто на уровне чувств. На уровне чувств? Проникло. Оно проникло. Все. Оно проникло. Мне на остальное похер. Коля, проникло ли в тебя. Коля, качает очень классно. На уровне чувств. А ты вообще верующий человек? Конечно. А в кого ты веришь? В себя. Понятно. Готов ли ты зайти в его храм? Нет. Давай, говори. На уровне Вайбова. Вайбова, не Вайбова? Песня-то сама по себе клевая. Но вот чересчур мата. Молодежная музыка, она как бы направлена с определенным таким уклоном и аспектом вдалбливания в головы молодых вообще людей, что действительно верит только в себя, остальное все типа. И сама музыка создает такое какое-то отношение ко всему, как будто нету ни цели, нету ни каких-то, может быть, определенных. Так и есть. И этот человек спрашивал, зачем мы разделили поколение. Нету цели в жизни, нет смысла в жизни. Нахуй их искать и придумывать. Живи, кайфуй. Ну, может быть, да. Может быть, в 20 лет мы многие так думали. Но я думаю, что вот мне бы хотелось бы с тобой встретиться лет через 20. А ты будешь жив еще? Мы посмотрим, кто из нас еще дотянет. Если что, я с радостью. А какой смысл жизни? Смысл жизни? Ну и цель, смысл. Это любовь? Я понял. Ну давайте дальше. Что, любовь ко всему? Что ты делаешь? С кем ты общаешься? Посрались, да? Вообще-то биф начался. На втором треке посрались уже? Жди диск завтра. Жди диск. У меня же позвоночный. Прилетит. У меня все на месте. Пока. Привет. Ну ты не забывай, я народный артист Чечни, так что сильно не выеба. Я вообще молчу. Скажи, пожалуйста. Коль, а может быть тебе добавить немножко матерка в трек? В какой-нибудь. Я понимаю, что ты не можешь. Нет, допустим, ты поешь свою песню. А зачем? Нет, просто. Нет, зачем? А зачем? Что мне это даст? Нет, ты будешь петь, а он будет добавлять. Я вас помирю. Ну давай, чего? Да ладно, что ты, а? Что ты, не межусь? Угарнем. Ну какую песню? Ну там, шарманку там, ну что-то классическое. Ты что, крутой перевернется? Да нормально, ты видел, он сейчас вайны снимает уже в инстаграме, он уже перевернулся и тебя забыл спросить. Голые девчонки в тик-токе-токе-токе пишут в месячном вотсап, но мне похо-похо-похо. Ну давай. Давай. Вернулась шарманка. Шарманка, да, хуй. Ну как, другой ритмы вообще нету. Нет, это не рифма. Там как раз есть хорошее междустрочье. Давай, давай. Вернулась шарманка, о чем-то вздыхая. Пиздец, охуеть, бля, шарманка ебаная. Ну это трешово. Давай ты просто... Нет, давай тогда так. Вытут ли мечты небывалые, хуй? Цветут ли цветы запоздалые? Очко. Все. А почему такие ассоциации? Итак, 10 ты ставишь? Да. Криду. Да. Коля? Ну, конкретной композиции, love is, мы не оцениваем, исполнители. Ну мат, мне как бы мат немного смущает. Все, говори, как есть. Скажи, Егор, за мат. Ну пускай 7, 7. Итак, хорошо. 10 и... 7. Бля, что делать? Прямо сейчас мы послушаем мнение народа по поводу этой песни love is. Взрослый человек или... Меня зовут Мария, мне 18. Даже не человек. Я из Москвы, я студент второго курса. Я поняла уже все. Честно скажу, подобное я не слушаю, не нравится совершенно. Долго я не могу это слушать, сложно. Честно говоря, для меня, когда я слышу подобный текст, я не особо могу сконцентрироваться на музыке. Для меня сложно как бы... Смысл, нету смысла, ладно. Я этой песне ставлю один. Я найду ее, найду ее. Один! Вот, 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 я нашел нормальную молодежь. Девочка, я тебя люблю. Как в флипе, как в флипе. А я поставил 7. Я поставил 7, потому что я музыкант. О, что-то новое. 10, 7, 1, 18. Егор Крид. И, к сожалению, Егор, дорогой, ты видел, что я вообще ни при чем. Даже Коля, которому не нравится мат, поставил тебе 7. Коля, хочешь выкинуть Крида куда-нибудь туда? Почему? Он же встает. Он никуда не встает. Ну, пускай его кидает Алишер. Я заберу себя. Как это мило. Новые номера на машинке. Итак, настроились. Помните, как ссориться друг с другом. Третья песня. Да мы вообще не ссоримся. Любовь. Любовь. Love. Наконец-то научился. Третья песня. Готовим ухи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понимаешь слова? А ты? Ты тоже не понимаешь? Поехали дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это западная группа какая-то, да? А? У нас нет западных групп, только российские. Это российская группа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, там что-то… А это канал? Не, бит у всех, послушай. Бит у всех одинаковый совершенно. Определенная… Нет, биток нормальный. Типа качают, разъёмывают, но… Блять, что он говорит, хуй знает. Коль, как тебе? Ну, вот обычно. Всё как обычно. До этого песня была такая же. Предыдущая была такая же. Оно как будто, знаешь, на одном заводе штампуют, и они друг на друга смотрят и выпускают. Какой бы ты вопрос задал? человеку, который пишет такое вот? Мне кажется, здесь нельзя вопросов задавать. Убить такого надо. Почему? Ну, ты можешь задать, потом ответить, может, придет к нам потом. Послушай, так человек себя ощущает. Ведь каждый из нас, из артистов, мы ощущаем ту музыку, которая нам нравится. То есть у него есть аудитория, у него есть те люди, которым это нравится. Значит, все это может быть. Мы же не можем. Мы живем, слава богу, в то время, когда мы можем... Ну, так давай спросим у него, что это за люди, которым это нравится. Да, мои фанаты это гениальная трансляция. Это песня Моргенштерна была, собственно. Ну, я... Ты представляешь, как я угадал? Что? Ну, я сказал. Все, что ты здесь сделал, я все сказал. Если это... Оля, я понял, как ты получил народного артиста всех стран, возможно. У тебя потрясающая защитная реакция. Фига так и странно. Не, ну, я правильно сказал. Так я же правильно сказал. Это какой-то уёк написан. Это полно... Вот. Ну, конечно, есть аудитория. Так это вот он. Так я и говорю. Есть же эти люди, которые вот это все... Потребляют это говно. Ну, слушай, классно, мне кажется. Меня прокачало. Разъебало просто, разъебало. Гениальная хуйня. Скажи, вот там, где ты лаял, как простывший мопс, там были какие-то слова, или это просто... Это вайбово, да? Ну, я услышал этот бит, выкрутил громкость, и меня прям вот так вот ебашит, и я такой... Охуеть. Вот. Коль, сделай это в следующий раз, в начале концерта. Бла! Бла! Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей. Бла! Бла! Фу! Ты представляешь, у тебя будет такой прорыв. Чисто ты у него аудиторию подсечешь. Начало для внуков, конец для бабушек. Будет охеренно. Вы так говорите, бабушки какие-то это... Они что, не люди? 50-60 лет вообще, мне кажется. А мы так не говорим. 70, это совершенно не значит, что человеку столько лет, но в душе... У меня у самого такая же аудитория, в том числе, я горжусь ей. Ну, я поэтому и говорю, что вы просто так плюсуете, что это? Мы тоже будем, дай бог, бабушками и дедушками. И я уверен, что мы будем слушать ту музыку, которая нам будет нравиться. Конечно. Нет, я уважаю. У меня жена вообще скоро про бабушку будет. И чего? Нет, поэтому я считаю, что вот этот разговор в плане того поколения, вот бабушка там или дедушка, тут нет смысла. Давай так. Главное делать музыку, которая находит отклик в сердцах. Давай его расфигачим. Вот ему, когда будет в нашем там, ну, типа между 40 и 50, ты что, тоже будешь вот так? Не, я думаю, он уже не... Вот ты, вот будешь народный артист. Он не будет заниматься творчеством. Давай, вот ты будешь народный артист Российской Федерации. Ты не, нахуй нам надо? А, ж придется. Придется? Да у нас так, либо встроился в систему, либо на. Ты думаешь, Колью спрашивали, позовут в Кремль и скажут, ну, нехуевая бая у вас. Дело в том, что тогда уже и в Кремле будут такие же, как ты, и они позовут любимую группу. Ну, представляешь, ты вот 50-летний тоже, а тут и спину может схватить. Ты хочешь жить в такой стране? Я бы хотел. Ну, я вообще, мне все равно, что здесь будет. Да ты уже живешь в своей стране. Зачем тебе нужна другая? Мой маленький мир. Твой маленький мир, он со своими законами. Почему ты отказался от вашей? А что ты так много пьешь? Ну, он нервничает, он встретился с тобой, ты кумир его детства. Слушай, а ты в детстве слушал Баскова? Нет, конечно. Ну, а кого ты слушал в детстве? Ну, хорошо, ну, ты и ребенком был. У меня была любимая песня, это Лайма Вайкуля «Акапулька». Я ее просто на кассете гонял каждый день, блядь, по 100 раз. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Блин, что? Представляешь, что творчество? Лаймы сделаны с человеком. Ты целовал мои губы, ты целовал мои губы за тех, кто меня любил, но танцевала румбу, я в этот раз с другим. Я аж обосрался. Класс. Луба Олега. О май гад. Глав почувствовал себя маленьким и обосрался. Крути дерьмо, если обосрался. Сейчас я крутил. Окей. Так что, он должен ставить себе оценку? А, в натуре оценки же у нас. Оценка? Да, конечно. А давай... Двадцать. Десять ты себе ставишь, да, наверное? Десять. Не будь скромным. Десять. Конечно, это генельная песня. А можно я послушаю следующего человека и потом поставлю отцена? Нет, нет. Ну давай, ну перестань дурака валять. У нас формат. Максимально честно и... Лев Лечин доставил нормально все. Максимально честно и субъективно. Давай, давай. Он десять тебе поставил. Если будет однерка, я скажу ок. Давай, ты ему сколько? Ну давай, честно говоря. Я не могу поставить десять. Ну и не ставь ему десять, а кто тебя просит? Мы ничего в бизнесе, все нормально. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь с ним. Когда тебе еще Моргенштерн скажет, делай со мной, что хочешь? Давай, воспользуйся этим моментом. А я не хочу пользоваться. Ну неважно, говори. Давай тогда я буду... Не межуйся. Я тебе буду предлагать оценку, а ты говоришь да. Ну давай. А, давай. Шесть. Почему? Потому что на лбу шестерки. Все? Да. А еще какие оценки? Два. Два, почему? Не спрашивай где. Не показывай, где двое. Сейчас скажу, потому что двоится. Один. Один, дальше не буду продолжать. А то ты сейчас все по телу будешь считать. Нос. Ну ладно, сказал шесть, у тебя шесть написано, шесть тебе поставил. Десять, шесть. Итого шестнадцать. Спасибо. А сколько же дал тебе народ? Народ не обманишь. Как похуй. Ну давай послушаем. Нам-то не... Меня зовут Нателла, я из Русска, пенсионер. Вот тут басы нормальные уже. Мне понравилось. Но это не бас. Это Америка, я не помню кто. Из Америки какой-то ниггер. Да, лысый. Толстый. И весь в цепях. Этой песне я ставлю оценку, 7. Вау! Я рядом? Ты толстый ниггер из Америки. В цепях, враг. В цепях, лысый. А где тут я тебя видел? Если че. Ну да, на Грэмми я... 23 балла. Да, 23 балла получает Моргенштерр. Ты себя перебил... Под Гагарину лег, если че. Нифига себе. Нет, под Гаязов Бразер. Под Гагарину лег. Под Гаязов 22. Звучит эпично. Лег под Гагарину и выбил Гонфлада. Лег под Гагарину, выбил Гонфлада. Все нормально. Так, слушай, классно. Ты, между прочим, сам себя подсидел. Зачем ему лишние люди? Пускай один будет. Конечно. Коля поймал волну. Конечно. Он же гений. Лишние люди. Пацаны, sorry, но вы лишние. Вы лишние люди, если че. Итак, Музыкальти продолжается. Четвертый трек. Готов. Так. Ты знаешь эту песню? Да, я знаю эту песню. Ну, кто это поет? А кто поет, не помню. Так. Хамалина Ваи. Хамалина Ваи. Как тебе? Ну, я бы поставил... Ням-ням-ням... Восемь. Я просто начал думать, не, вот, услышь бы я ее где-то пьяный, да, я бы орал просто как мразь. То есть... А-а-а, вот так. Под настроение такое. Да-да-да, но она... Не, просто, это просто хит. Ну, тупо хит. Это крутой, не знаю, очень крутой коммерческий хит. Ставишь восьмерку, а не... Не четверку, я не знаю. То есть в неизмененном состоянии. Ты видел этих ребят? Да, и видел. Я им даже вручал какую-то премию. Вот, такие здоровенные, газеры, крутые. И что, вот, и поют про то, что мы в прятки сыграем. Все, окей, восьмерка. Коль. Я ставлю десятку. О-о-о! Ну, потому что я... Что вы делаете? Я видел, как под эту песню публика... Вы взвинчиваете. У нас сейчас все это взлетит куда-то. Окей. Значит, десятка, восьмерка. Посмотрим зрителей. Посмотрим зрителей. Меня зовут Леонид, мне 15 лет. Учусь в школе, как-то ничего не такого. Голосы. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Ну, так себе, потому что я такое обычно не слушаю, но... Я искать не буду. 14-летняя девочка, может, понравится. А-а-а. Как выглядеть с полонцем? Примерно, может, не ставить? Что-нибудь типа «Навалил и хамали». Но я этой песне поставлю троечку, потому что... Навалил и хамали. Десяточка – это скриптонит. Ноль – это Рауф и Фаек. Вот. И троечка – троечка. Троечка. Восьмерка. Десятка. Троечка. 21. 21. Не попадают. Не попадают хамали и навалить. Я просто сегодняшний выпуск вытаскиваю просто по-царски. Да. Это я тебе поставил хорошую оценку. Ты нехороший. Сейчас бы валялся уже на полу. 6 – это не заслуженно. Надо было ставить 10. Ну, потому что это гениально. Ну, подожди. Ну, это же мое мнение, а это твое мнение. Я же тебе не поставил единицу. Да, я, конечно... Если бы я поставил двойку или единицу... Да, ну, надо было десятку. Тогда мне надо было родиться на 20 лет назад. Еще на 20 лет назад? Пятый элемент мы будем не только слушать, но и смотреть. Отлично. Там что-то эдакое. Итак, внимание, пятый элемент. Я нарастил в себя супер друга. От него тащится твоя подруга. Ты думал похудел, я соврал. Я просто в доту долго добавил. Я положу всех на полу. Ну, что, хватит? Да. Знаешь, мне кажется, если в аду есть концертный зал, то он там точно соберет. Я так понимаю, что это на тебя пародия, да? Да, это кавер на меня сделал мальчик из стерлянда. А ты видел, естественно, этот... Конечно, конечно. Я себе даже выкладывал, потому что... Ну, тебе зашло? Это охуенно. Да? Вот, охуенно. Потому что парень вообще не стесняется ни своего тела, ничего, никаких комплексов. Парень просто взял и разъебал. Просто взял и разъебал. Я хотел бы сразу сказать, что мы не имеем ничего против людей с лишним весом. Да, мы с ним сами боремся. Да. У меня много друзей с лишним весом. Другое дело, что они не обводят сиськи маркером и не трясут животом перед камерой. Нет, мне сначала показалось, что он у доктора перед липосацией. Да-да-да, было такое ощущение. Но классный чувак. Его зовут... Ты знаешь, как его зовут? Камиль его зовут. Камиль. Кэмл Топ. Кэмл Топ. 13 лет. Да. 13 лет. А скажи, пожалуйста, Алишер, а мы можем считать, что это отдельный трек? Или это... Да, конечно. Ты как бы позволяешь ему ворваться на твоей музыкальной подоснове в мир шоу-бизнеса, да? Конечно. А что он мне... Классно. Супердруг. Кэмл Топ. Что тебя больше всего шокировало в этом, Коль? Видео, ряд, песня или все вместе? Что? Цель этого. Смысл. Смысл и цель. Ну смысл я вам сейчас поясню. Давай, поясни. Смысл. Давай. А пацан захотел, сделал... Спасибо. Это был наш специальный корреспондент Моргенштерн. За смысл он ко мне. Да. Не, ну я тебе честно хочу сказать, ну... В мире много прекрасной музыки, и она имеет место быть. Но если, вот я не знаю, если твоя музыка подвигает на такие подвиги, на такие клипы, видишь, цепляет 13-летних это. Ну смотри, если это цепляет, ты не хочешь в следующей коллаборации с Филиппом немножко обнажить торс? Да зачем? Кому это нужно? Ну, обвести что-нибудь важное. Может быть, это проканает. В плане чего? К чему это должно вести? Я не знаю, но ты можешь спросить у Гудкова, он это хорошо объясняет обычно. Ну слушай, то, что мы сделали, это все равно уже никто повторить не сможет. В любом случае. Это правда. То, что вы сделали, никто не повторит. А зачем? В чем смысл? В смысле? В смысле? Ты не понял? Посмотри в клип, просто дорасти. Чуть-чуть. Позросли поймешь. Через 20 лет. Да. Созвонитесь. На этом же месте встречаемся. Надеюсь, я не помру. Давай оценку Кэмилтопу. Девять. Девять. Потому что твоя песня, что ли? Нет, потому что просто респект. Нет, я ничего не имею против, но это за гранью. За гранью вообще всего художественного. Знаешь, что это за маркер, Коля? Это тот же маркер, которым Камиль обводил свои сиськи. Поэтому давай. Говори. Я ставлю один. Один. Прекрасно. Девять. Один. Мнение людей. Владислав, 18 лет. Из города Матища. Они тоже будут смотреть? Паушники? Да. Я могу сразу сказать, что говно. Да, это поклонник Моргенштейн. Моргенштейн, это маленький, просто выпендежь и не знаю. Нет смысла вообще. Смысл. Мне нравится песня больше со смыслами. На концерт, чтобы спонтали, пошли бы. Нет. А за деньги? Нет. За миллион. Может быть, я ставлю эту песню тройку. 13. Как и возраст. Сколько лет, столько и баллов. Прощай. Заварной рэпер. Не знаю это, мне психиатр понадобится после программы. Ну, вообще, было очень приятно. Да, было охуяно. Да. Вот видишь, связь с времен. Мы не получили нового лидера. Моргенштерн занимает третье и пятое места. Это круто. Алишер, ты молодец, преуспел. Вы рады, что познакомились? Не, прикольно, конечно. Да, будет классно. Запишите? Я теперь посмотрю в Ютьюбе все твои работы. Тебе понравилось. Наконец-то у них будет три просмотра. Итак, запишите совместный фит? Ну, об этом нужно поговорить через 20 лет. Правильно? Ну, ладно. Коль, подбрось Моргенштерна до метро, заодно и обсудите. Я вообще-то сам приехал. Итак, это были Николай Басков, народный артист всех стран. И Моргенштерн, будущий народный артист тех же стран, но уже с матерком. Это было Музыкалити. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это было трешово и тяжеловато. Что, поможешь выпуск закончить? И меня все перебивали. Ну что ж, мы продолжаем. До следующего выпуска. Пока-пока. Пока. Пососите. По Криминалити. Как Музыкалити? Скиньте моей бабушке, пожалуйста. Скиньте моей бабушке. Чуть друзей в Москве нашел. Все хорошо, не переживай. Понимаешь, он типа модный, понимаешь? Ну, понимаю. А мы типа такие. А мы типа богатые. Ну, конечно. У меня, я тоже не бомж, если что. По Криминалити. Как Музыкалити?